Игорь Тихонович, у меня вопрос важный появился по поводу причастия. Мы вчера с Вячеславом разговаривали на эту тему. Он говорит, что не более одного раза в месяц или четыре раза в год. Ну, получается, по постам. Вот я здесь не понял. По-моему, правило говорит, что причащаться нужно каждое воскресенье. Да кто это делает? Кто это говорит? Кто это говорит каждое воскресенье? Откуда это взяли? В России никогда этого не было, в Греции не было. А вот в Греции как раз это и есть. Как раз в Греции нет. Из Греции сохранили, как было первоначально, только у старообрядцев. И у них по сегодняшний день это содержится. Проверять даже не надо. Вот даже посмотреть, вот даже причащаться следует не чаще одного раза в сутки и не реже одного раза в три седмицы. Это неправда? Неправда. Абсолютно. Прочитайте, что Златоуз говорит. Я вам сейчас скину материал. Иные, говорят, в два года один раз причащаются. Иные в год раз. А Мария Египетская в сорок семь лет один раз. И все равно подсчитают все святое. А вот архиерейский собор, мы же не принимаем его, получается? Что дает, то и принимаем. Мы сами не хозяйничаем в церкви. А, просто там архиерейский собор говорит, что кто не причащается три воскресенья подряд, того отлучают. Да откуда вы взяли-то это? Такие бредни несете? Что вы думаете? С ума посходя? Это попы, руководство взяли. Без несчастья не спасешься. Этого нигде нету. Нету нигде. Они не проповедуют, и они их к себе подгоняют. У него причастие, он тобой командует через причастие. А многие больные немало умирают. Почему они не говорят? Люди недостойные. Все морги, все кладбища забиты православными. Придумали еще. За грех человек отключается за аборт 10 лет. А у папа 40 поклонов сделай. Они мошенники. Убийцы народные. Разрушили все. Это волки. Так ко мне звонить можно только один раз в неделю. Запомни это. Один раз в неделю. Я же тебе скинул материалы. У меня времени абсолютно нету. Так, все пока на этом. Я сейчас постараюсь вам скинуть постараюсь. До свидания. Хорошо, извините. Продолжение следует... Продолжение следует...